Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Владыка, вы отец наш духовный и пастырь нам, а мы дети ваши. Примите низкий поклон и благодарность за доброту вашу. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет благополучного служения. Продолжение следует... 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 А затем в этих храмах проходила вся их жизнь. Слава Богу, что и сегодня мы возродили это место и построив, пусть этот небольшой, но очень уютный, очень удобный для богослужения, теплый и какой-то очень радостный храм. И вы, жители села Семигории, окрестных сел, имеете возможность теперь такой нормальной, полноценной приходской жизни. Я сердечно благодарю прежде всего отца Протерея Петра, стараниями которого этот храм был выстроен в свое время. Ну, я помню еще, когда здесь была колокольня и молились в маленьком здании под колокольней. Все это уже на моей памяти, моего 12-летнего служения здесь на Иваново-Изнесенской земле. Я помню, как отец Петр прибыл ко мне со своими чертежами, фотографиями, сказал, Владыка, вот можно, чтобы было вот так. Тогда я усомнился и сказал, а хватит ли у вас сил и терпения сделать так, чтобы было вот так, как у вас на вашем рисунке, на вашем чертеже, на вашей фотографии. Он говорит, будем стараться и верим, что Господь нас не оставил. И вот сегодня я вижу исполнение вот тех намерений, с которыми отец Петр много лет прибыл ко мне, как и по архиальному архиерею. И я очень счастлив, что имею возможность лицезреть плоды его молитвы, молитвы священнослужителей многих, вас, дорогие братья и сестры. И в плоды огромных трудов тех людей, которые откликнулись на призыв отца Петра, проявили ему руку в помощи, подставили ему свои плечи, и физические плечи, и экономические плечи, поделились своими доходами. Хотя мы прекрасно понимаем, что сегодня у нас нет очень богатых людей, а те, которые очень богаты, они, как правило, не жертвуют на восстановление и строительство храмов. Поэтому деньги отдают люди, которые умеют считать копейку, и оторвают они часто от своего семейного бюджета, и тем не менее они это делают. Поэтому я благодарен всем тем, которые потрудились вместе с отцом Петром для того, чтобы у нас здесь в селе был полноценный православный храм. Низкий вам поклон, слова благодарности, но как видимое признание наших сердец вам, разрешите вручить вам скромные церковные награды. Они являются реальным отображением ваших действий. Это всего лишь, опять, наше признание и свидетельство того, что вы на правильном пути. Те средства, которые вы вложили в храм, в духовную жизнь, эти средства уже положены в невидимую духовную копилку. Можно назвать это и духовный банк, потому что это тоже приносит уже определенные духовные дивиденды для роста прежде всего вашей души и для возможности вам войти в узкие врата Царствия Небесного. Пусть Господь и впредь помогает вам, утешает вас и укрепляет в вашей повседневной жизни. За строительство храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы села Семигорьевического района и эпохиальными наградами награждается. Медалью святителя Василия, епископа Кенишемского в первой степени, награждается Александр Аркадьевич Черныш. Медалью святителя Василия, епископа Кенишемского в первой степени, награждается. Епископа Кенишемского в третьей степени, награждается Любовь Павловна Красенковой. Аксиос! 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 Медалью святителя Василия, епископа Кенишемского в третьей степени, награждается. Сергей Александрович. Девочки. Аксиос! 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 Медалью святителя Василия епископа Кенишемского третьей степени награждается Ирина Валентиновна Безняк. Аксиос! 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 Медалью святителя Василия епископа Кенишемского третьей степени награждается Светлана Сергеевна Смородинова. Аксиос! 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 Арктиорийской грамотой награждается Андрей Анатольевич Кашинцев. Аксиос! 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 Арктиорийской грамотой награждается Александр Юрьевич Новожилов. Аксиос! 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 Очень много усилий, поэтому пусть Господь помогает им и в их производственной, и в их повседневной семейной жизни. Вас всех, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю с праздником Воскресного дня, с малым освящением храма, с памятью мученика Лонгина. Но причастников поздравляю сугубо с тем, что в этот день вы соединились с Господом в Его при чистом теле и крови. Пусть причастие тела и крови для всех для нас будет не в суд или в осуждение, но в оставлении грехов и в жизнь будущего века. Аминь. С праздником всех! Причастники, выслушайте благодатственные молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!